Ну а теперь весовая категория свыше 100 килограммов. Вот он, Фёдор Емельяненко, прославленный наш боец. Я думаю, что так правильнее всего было бы его называть. Фёдор Емельяненко в самых разных видах единоборств себя проявлял, и он хорошо известен всем вообще, кто интересуется единоборствами. Фёдор Емельяненко трёхкратный чемпион мира по боевому самбо, то есть он прекрасно знает, что вот это такое, что такое самбо боевое. И в соперниках сегодня у него был агой Иванов из Болгарии, мастер спорта международного класса, тогда как Фёдор Емельяненко, естественно, заслуженный мастер спорта. Руководитель ковра Белоруссия Виктор Бухвал, Эдуард Асланян, Армения, ну и кроме того Аким Гирей Макатов, Казахстан. Казахстан в красной форме заслуженный мастер спорта Фёдор Емельяненко. Заслуженный мастер спорта Фёдор Емельяненко в синей форме мастер спорта. В красной самбовке, но в синей форме Благой Иванов. Благой Иванов, Болгария. Итак, финал боевой самбо. Весовая категория свыше 100 килограммов. Смотрим. Смотрим вот эту финальную схватку. Но это, если хотите, боевые самбо высшего класса. Куда уж выше. Фёдор Емельяненко, Россия, is in red uniform. Ну, осторожничает пока. Спортсмены Фёдор Емельяненко выбирает возможность для атаки. А понятно, что Благой Иванов просто старается вести себя аккуратно. Что необходимо в единоборстве вот с таким противником. Благой Иванов атакует. Уважаемые зрители, вы пришли с назовом в ближний бой. Но я всё-таки зачитаю его спортивные титулы. Он четырёхградный чемпион мира по боям бесправильно. Ну, об участии Фёдора Емельяненко в боях. Знают, причём в исключительно успешном участии. Сейчас пытается ещё с помощью колена атаковать Емельяненко. И результатива сейчас атаковал, и очень неплохо. Благой Иванов. Попыт был гулять захват со стороны Емельяненко. В отличие от предыдущей пары, от финала в своей категории до 90 килограмм, сейчас спортсмены очень много времени проводят именно в ближнем бою, в ближнем единоборстве. Попытка выполнить ещё один бросок. Благой Иванов частенько так делает, но вот сейчас Фёдор Емельяненко попытался перейти на удержание. А в результате спортсмены вышли за пределы ковра. И снова ищет возможность Фёдора Емельяненко. Небольшая пауза в динамике этого поведента. Оба ждут возможности. Вот сейчас Фёдор Емельяненко переходит в бросок. И арбитр показывает, что один балл заработают российские самбисты. Что показывают другие судьи. Да, судя по всему, один балл. И снова ищет возможность долгарские самбисты попробовать провести эту атаку. Смотрите, как атакует решительно. Ещё и добавляет удар головы. Совсем уже ближнее единоборство. Пробовал Фёдор Емельяненко, сделал зацеп. И дальше сбивает соперника в партер. Очень удачно сбивает и переходит на удержание. Есть сейчас удержание. Половина схватки позади. Там ещё, возможно, идти удушающий захват применить, если получится, конечно. Восемнадцать-девятнадцать. Всё, четыре балла есть. 5-0 для преимущества «Россиянина». Он сейчас, видимо, пытается перейти либо на удушающий, либо, может быть, на болевой приём. Сейчас Фёдор и делает классический болевой приём. На локтевой сгиб переворачивается Фёдор. По-моему, всё-таки удалось вывернуться Иванову. Болевой приём есть. Фиксирует. По-прежнему продолжают фиксировать арбитры. Вот этот болевой приём за полторы минуты до окончания этой схватки. Времени ещё, в принципе, предостаточно у Благо Иванова. Он несколько раз доказал, что, безусловно, тут авторитет он совсем уж не давить не может. Но, тем не менее, он достаточно смело атаковал. Вот сейчас видно, что уходит от жёсткого контакта Иванов. Бросок нет, попытка не получается. Нет, один балл получает Благо Иванов. Один балл за отвагу. Не просто выполнил бросок, смело очень пошёл. И в итоге без оценки не остался. И снова атакует Благо Иванов. Пробует провести удар с помощью колена Фёдора Емельяненко. Последняя минута пошла. Снова бросок. Благо Иванов вообще, что эти минуты в партере боролся неохотно. А сейчас, пожалуйста, есть. Атака есть. Но здесь перейти на болевой приём или на удержание будет тяжело. И, наоборот, вот разворачивается Фёдора Емельяненко. Не будем звать ещё и просдушающие захваты. Которые тоже есть в наличии. Всё, вывернулся Емельяненко. Всё-таки вывернулся. За 28 секунд окончание схватки. Немножко утомлённым уже выглядит. Благое, что, наверное, и неудивительно. Здесь ещё и концентрация нужна просто немыслимая. Два удара носит Фёдор. И снова переходит в бросок. Но спортсмены покидают пределы ковра. У волгарского самбиста 13 секунд. И сейчас арбитр что показывает? Я показал, что показал арбитр 2 балла. Нет, на табло нет. Последние 10 секунд. Ещё пытается и удар провести. Благо Иванов. 2 секунды, одна. Всё. Схватка и победу одержал Фёдор Емельяненко. Но не то, что победу какую-то проучительную. Болгарский самбист у себя проявил с самой лучшей стороны. Однако всё-таки вот в этой весовой категории свыше 100 килограммов победителем стал Фёдор Емельяненко. Но, наверное, вряд ли кого-то это удивило. Фёдор здесь изначально рассматривался вне всякого сомнения как явный фаворит. Непростая очень схватка. Благо Иванов изо всех сил сопротивлялся. Однако всё-таки оказался наш прославленный самбист победителем. 5-1. Сперва получил оценку. Но затем ещё очень удачно и успешно провел удержание. Вот давайте мы посмотрим. Вот за это движение получает оценку в 1 балл Фёдор Емельяненко. Ну а затем ещё сумел он сделать удержание. Причём целая комбинация заслуживала. Внимание, кстати, здесь ещё и нанёс удар. И после этого очень удачно, очень успешно перешёл Фёдор Емельяненко на удержание. Вот с полевой приём уже не заладился. Достойно сопротивлялся благой Иванов. Но, однако, всё-таки сказался класс, который, конечно, у Фёдора Емельяненко намного выше. Но тут тяжело уже в классе-то поспорить с Фёдором. И в итоге весовой категории свыше 100 килограммов победу одержал россиянин Фёдор Емельяненко. Вот и всё, что мы хотим.